Мой совет к вам такой. Не начинайте бизнес с долгах. Потому что я видел огромное количество людей, которые, знаете, брали долги, начинали бизнес, потом у них не пошло, у них не бизнес получился, у них борьба со своими обязательствами получилась. Мой совет к вам. Если хотите его без кредитов, без долги, без ничего, это очень правильно. Поэтому лучше начните по чуть-чуть накопить, потом делать. Но в вашем мозге приходит такая мысль. Ой, это долго. Поверьте моим словам. Это самый короткий путь. Я знаю огромное количество людей, которые мне сказали, наставник, это долго, давайте я начну как-то пора движение сделать, оттуда возьму у кого-нибудь, потом налажу бизнес, потом верну, отдам. Поверьте моим словам, прошло 10 лет, 15 лет, до сих пор они движение делают. Стоят на одном месте, и так и у них доход не вырос. Некоторые из них до сих пор... Стоят на сколько вопросов. Открыть свою аптеку? Ему придется потом это делать. Придется лишь что-то не поставить. Это цель, чтобы помогать больше, конечно, людям. Здравствуйте, дорогие наши друзья, дорогие наши слушатели, дорогие наши читатели. Поприветствую вас из Нью-Йорка. Хочу ответить на несколько вопросов, которые пришли к нам в рубрике «Вопросы Довлатова». Спасибо, что задаете актуальные вопросы. Ставьте лайк под нашу рубрику, рекомендуйте своим знакомым, друзьям нашу рубрику. Каждому, кому нужны эти ответы, кому это помогло бы, станет причиной успеха многих людей в этом мире. Хочу ответить на несколько вопросов. Ассаламу алейкум, Саид Мрудага. Вы, если меня увидите, сразу узнаете, я ваш ученик. Три раза были у вас на тренинге, купили, прочитал ваши книги. Я и деньги, и гениальный ребенок. Я по-своему, благодаря вам, очень успешный стал. Можно сказать наполовину финансово свободным человеком. Хотя полгода не работаю. Мне капают деньги. Хочу задать вам вопрос. Я знаю, вы верующие, читайте намаз. Я тоже верю. Вопрос. Как относится ислам на подсознание? Медитация. Это не грех? Можете про это сделать видео и прокомментировать. Не хочу просто грех взять. Как думаете об этом? С уважением, Галим. Галим, дорогой, родной мой. Сам по себе молитва, это тоже одна форма, как медитация. То есть это объединение с Богом, объединение с самим собой. Когда соединяется внутренний я снаружи. Медитация тоже это очищение мыслей ненужного. Потому что в голове человека постоянно как будто ролики идут. Потому что человек постоянно либо живет в прошлом, либо живет в будущем. Постоянно отвлекается и так далее. Сожалеет о прошлом, мечтает о будущем и забывает о настоящем. Суть медитации в том, чтобы восстановить человека, очистить его сознание и так далее. Молитва тоже самое. Когда мы молимся, мы связываемся с, можно сказать, Дух Всевышнего. И как-то освобождается боль. Очищается душа и сознание. Вот этот туман рассеивается в нашем сознании. Потихонечку появляется какая-то ясность в голове. И самое важное, молитва украсляет надежду в будущем. Молитва сильнее, чем медитация и так далее. Так что работайте. А вера сама по себе, его отношение уже, сама по себе вера в подсознании находится. Почему? Потому что итоги мы получаем не то, что хотим, мы получаем то, во что мы верим. Медитация помогает вам восстанавливать здоровье, восстанавливать жизненную энергию, оберегать нервную систему, укреплять иммунную систему и так далее, и так далее. Так что делайте и то, и то. Следующий вопрос. Уважаемый Садмирот Довлатов, здравствуйте. Я верю, что вы мне ответите для моей семьи. Это очень важно. Как правильно понять свое предназначение, чтобы вынести в этот мир ценность и улучшить его каждый день? Слава Богу, я устроился дальнобойщиком, но хочется свое дело. А вы говорите, вкладывай туда, где работаешь. Подскажите, пожалуйста, как я могу зарабатывать до дальнобоя, использовать зарплату? Возможно, вы правы, потому что я вложил деньги в интернет-магазин. Результат нол. Возможно, у меня нет хорошей команды. В принципе, мой путь был верный. Так как в торговле можно добиться хороших результатов. А что касается дальнобоя, я вижу, что многие водители страдают. Сидячая жизнь и чрезмерная еда их уничтожает. Они не используют то время, которое у них есть. Смотря всякие фильмы и не развиваются. Еще один главный вопрос. На сегодня я живу с женой на 20 лет моложе меня. Она абсолютно не верит ни в какие вебинары. И у нее программа зарабатывала на заводе. Руки золотые. Воспитала 5 детей. Но старше ее абсолютно не уважаю. Не уважаю. Возможно, из-за того, что у нее не хватает мудрости. Мы живем до сих пор в семном доме. И моя жена, Люба, когда делает очередной ремонт, рисует шедевры на стенах своими руками. Вопрос. Как мне убедить его использовать это для бизнеса, для своего счастья? Аллах любит вашу семью. Благополучие вам и вашей семьи. Дорогой мой, не знаю, как вас зовут, но я вам скажу так, что прямо передо мной парень, который держит эту камеру, и сейчас снимает, его зовут Умеджон. Он тоже когда-то работал дальнобойщиком. И тракты. Я сейчас нахожусь в Нью-Йорке, кстати, поприветствую с Нью-Йорка в дальний момент. И это мой ученик Умеджон. Он 2 года назад связался со мной. Он приехал в Москву на мой первый семинар и попал на мои консультации. И потом он попал на мое годовое обучение для предпринимателей. И каждый месяц прилетал ко мне, чтобы учиться. И в итоге его результат. У него есть очень хорошая компания. Он создал свою транспортную компанию в Америке. И сейчас, сегодня, когда мы приехали сюда, он по дороге мне сказал, что наставник в этот месяц. Мой оборот уже вышел за пределе 300 тысяч долларов в месяц. И я считаю, что это очень хороший результат. Это замечательный результат. Почему? За полтора года. Два года он учится уже, за полтора года такой результат. Поэтому он тоже раньше работал дальнобойщиками и так далее. Если вы начинаете в этой сфере, скажем, дальнобоя и так далее. Да, свои плюсы, свои минусы. Работайте год, полтора или два. Накопите небольшой капитал. И с этим капиталом потом, пожалуйста, управляйте это все. В свою транспортную компанию. И вы будете зарабатывать, и у вас будет все нормально. Так что не останавливайте. А что касается вашей жены? Жене покажите, как она может на этом зарабатывать, на то, что хорошо умеет делать. Человек должен зарабатывать на то, что хорошо умеет делать. Понимаете? Если у этого человека получается хорошо зарабатывать, рисуя и так далее, пусть она этим занимается, но кто-то должен помочь ей организовать все это. Просто дело в том, что большинство людей не верит, что у них это получится. Скорее всего, связь с этим связана. Просто если человеку вы поможете, чтобы он увидел, что работая, например, то есть организуя рынок с тем, что он умеет делать, могут зарабатывать, они это будут делать. Просто пусть она, если она хорошая художница, хорошо умеет рисовать и так далее, пусть она создает целую коллекцию, пусть она работает, пусть она создает целую коллекцию, организует для нее выставки, пусть она участвует в выставках и так далее. И тогда она просветает. Обязательно появятся люди, которые будут заинтересованы на ее шелеврах и так далее. Как с максимальной эффективностью проводить анализ конкурентов при открытии своего маленького дела? И где найти деньги, небольшую сумму для открытия своего дела, не привлекая банки, микрокривные организации и без помощи родственников и друзей? Олег, 27 лет, Казахстан-город СМИ. Олег, дорогой мой, очень хороший вопрос, молодец, очень правильный вопрос. Брат мой, начните с того, что анализ конкурентов делает, сначала это очень-очень важно. Анализ конкурентов надо сделать на нескольких параметрах. Первый, изучайте целовую аудиторию ваших конкурентов. То есть вы должны четко убедиться, что какова их целовая аудитория, то есть на кого они работают. Выберите, посмотрите 3-4 конкурента, которые работают на вашем сегменте. То есть именно на ваши сегменты, которые работают. Например, если вы работаете на средний класс, ваши конкуренты это те, которые в среднем классе работают. Не те, которые в вип-классе работают или там нижние классы работают. Те, которые работают именно на средний класс, они являются вашим конкурентом. Не те, которые на низкий класс работают. Поэтому рекомендую вам в обязательном порядке начните таком образом, что первое, изучайте их целовую аудиторию, на кого они работают. Второе, изучайте соотношение качества и цена. У них там завышенная цена или, скажем, доступная цена. Если доступная цена при высоком качестве, это очень удачно. Следующий показатель. Изучайте, пожалуйста, хотя бы минимум 3 их минусы, какие недостачи у них. От 3 до 5 недостачей изучайте, найдите. От 3 до 5 недостачей. Например, может быть, у них там неизвестное имя, может быть, у них там слабый сервис, может быть, у них там, не знаю, тяжелая доставка или дорогая доставка, может быть, у них там, не знаю, упаковка слабая, или команда слабая, либо технология слабая. Изучайте, какие у них есть минусы. Следующий параметр. Посмотреть, какие у них есть плюсы. Хотя бы от 3 до 5 плюсов вы должны изучать и найти. От 3 до 5 плюсов. И напишите эти плюсы тоже. Почему? Это очень важный момент. Потом, когда вы знаете их плюсы и минусы, вы поймете, в чем они сильные, в чем они слабые. Тогда у вас, выберите у каждого конкурента, хотя бы 1-2 пункта, что из его минусов вы могли бы превращать в плюс. Например, у него вы видели, что слабая технология, вы можете это сделать лучше. У них слабая доставка, вы можете сделать лучше. Сделайте так, чтобы ваши конкурентные преимущества, ваши конкуренты не могли копировать. Что могут быть конкурентным преимуществом? Это то, что другие не могут копировать. Это очень важно понять. Или если они будут копировать, они это не могут уделять быстро. То есть, пока они копируют вас, вы можете на 2 шага быть еще впереди. Вот это есть конкурентные преимущества. Если вы это можете создавать, я могу вам сказать, вы очень хорошо просветаете. Второй ваш вопрос, Олег, в том, что откуда можно брать деньги, если не брать долг, то вот так. Где найти деньги, небольшую сумму для открытия своего дела. Не привлекая банки, микрокредитные организации и без помощи родственников, друзей. Дорогой мой, останется только один способ. Самому работать, немножко накопить капитал для, стартовый капитал для своего бизнеса. Я бы так делал. Лучше не брать долг, лучше не брать кредит, особенно в начальном бизнесе. Никогда не начинайте бизнес в долгах. Мой совет к вам такой. Не начинайте бизнес в долгах. Потому что я видел огромное количество людей, которые, знаете, брали долги, начинали бизнес. Потом у них не пошло. У них не бизнес получился, у них борьба со своими обязательствами получилась. Большинство из них, в итоге, в конце концов, страдали. Большинство из них. Точно так же знаю очень многих людей, которые самому работали, по чуть-чуть, по чуть-чуть накопили стартовый капитал. И своими деньгами начинали. Своими деньгами начинали. Они прошли подъемы, падения. Они прошли ошибки. Они увидели все плюсы и минусы этого бизнеса. Когда они убедились, что уже все правильно, идея проверена, продукт проверен, работает, например, скажем, продукт и работает система, работает команда. Все, когда они убедились, что все нормально. И самое важное, они смогли заставить свою идею принести прибыль. Только тогда они брали кредиты. Или кто-то из них продавал дом и вложил. Или кто-то из них потом привлек партнера и масштабировал. Они просветали очень хорошо. Поэтому, неважно, у вас небольшой компания или небольшой бизнес, который вы хотите открыть, мой совет к вам, если хотите его без кредитов, без долги, без ничего, это очень правильно. Поэтому лучше начните по чуть-чуть накопить, потом делать. Но в вашем мозге приходит такая мысль, ой, это долго. Поверьте моим словам, это самый короткий путь. Я знаю огромное количество людей, которые мне сказали, наставник, это долго, давайте я начну как-то пара движения сделать. Оттуда возьму у кого-нибудь, потом налажу бизнес, потом верну, отдам. Поверьте моим словам, прошло 10 лет, 15 лет, до сих пор они движение делают. Стоят на одном месте, и так и у них доход не вырос. Некоторые из них до сих пор борются со своими долгами. Знаю парень, который с 2002 года так мучается. Конечно, я не могу сказать, что все. Конечно, исключение есть. Но большинство тех людей, которые долгами начинали бизнес, они страдают. Большинство. А большинство людей, которые первый старт делали своими накоплениями, они просветают. Это то, что я вижу своими глазами. Меня зовут Натик. Я из Азербайджана. У меня 28 лет, без диплома. Из-за многих проблем я не мог учиться. Сейчас я остался перед выбором учиться по маркетингу или по бизнесу, или работать. Накопить денег, чтобы делать бизнес. Учиться я хочу только потому, чтобы заработать в нормальном месте. А не простым работникам или разнорабочим. У нас зарплата очень низкая, чтобы накопить. Я очень хочу заниматься бизнесом, чтобы видеть, на что я способен. Прошу вас, дайте совет. Я уже устал от жизни. Это не та жизнь, в которой я хочу жить. Я ушел из дома, потому что папа очень много пыль. И я заработанный деньги давал ему. Он просил, я дал с детства. Так воспитали, что я не мог отказать. От 8 класса зарабатывал примерно 2000 за день. Работал на тракторе у папина друга. А потом папа взял трактор на кредит, и с ним я за день 6000-7000 рублей зарабатывал. И все деньги отдал папе каждый день. Он пил дома, были ссоры, оскорбления, и я ушел. Причин были достаточно, я не могу все написать. Дайте мне совет. Я смотрел почти все ваши видео, и видео таких, как вы. Я очень хочу заниматься бизнесом. Если не получится, я не найду путь. Хочу умирать. Я устал, просто не знаю, с чего начать. Сейчас бездомный. До этого работал трактористом, работником производства арматуры. В фруктовом холодильнике. Водителем автопогрузки. И простым грузчиком. В Дагестане, на стройках Азербайджана, выращивание овощей. В данный момент работаю в прачечном сехе, и ночую здесь в сехе. Ответьте, пожалуйста. Дорогой мой, на так. Помните. Раз вы обращались ко мне, значит у вас всю оставшую жизнь изменится навсегда. Раз вы читаете такие книги, это начало пути ваши. Просто идите до конца. Поздравляю вас. У вас будет в будущем хорошая жизнь. Помните, есть день и есть ночь. Жизнь балансирована. Не бывает так, что у одного человека только страдание, у другого человека только удовольствие в жизни. Так не бывает. Кто в начале жизни наслаждается и под покровительством родителей просто круто живет, ничего не делает, даже, можно сказать, холодную воду не трогает, эти люди страдают второй половиной жизни. Потому что они не жизненно способные люди. Они растут на комфортно-бельном условии, они не видны, знают, что такое боль, что такое страдание. А потом второй половиной жизни они получают свои уроки. А кто первой половиной жизни страдал, второй половиной жизни они получают все хорошее от жизни. Потому что жизнь очень справлива, Господь очень справливый. Если вы внимательно анализируете окружающие своих родственников, знакомых, друзей и так далее, вы это увидите. Поэтому, конечно, не все люди 100% будут такими, как я говорил, но я имею в виду большинство случаев. Не все люди будут такими 100%, как я их описывал. Конечно, будут люди другие, разные. Ну, 5-10%, но почти 80-90% совпадает по той категории, которую сейчас мы озвучивали с вами. Поэтому, Натик, я вам, вот первый совет, который я вам скажу, что вам надо делать. Первое, с чего вы должны начинать? Продолжайте читать. Продолжайте читать, еще раз продолжайте читать. Я был таким, как вы. Я полгода жил на улице. Я ел хлеб с мусорки. Так что я очень прекрасно понимаю, что вы говорите. Третья вещь. Займитесь, работайте по комиссионному. То есть, работайте не на зарплату, а работайте сделано. Работайте где бы угодно ни было, работайте сделано, чтобы вы получили процент от своей работы. То есть, таким образом, у вас не будет большой риска. То есть, я имею в виду, вы продавцом работаете, вы агентом работаете, вы кем бы вы ни работаете, не работаете на зарплату, работаете на процент сделано. Тогда вы будете получать доходы от своего результата. Таким образом, вы удваиваете, утраиваете свой доход. вот увидите у вас появится шанс накопить небольшой капитал вот на что вы будете работать потратить время и станете более чуть-чуть профессионалом на того и пожалуйста потом накопленный свой капитал вложите я могу уверенно сказать через 35 лет у вас будет абсолютно другая качество жизни и вы это увидите просто вы должны это стараться соблюдать и делать следующий вопрос слаймана здравствуйте уважаемый наставник у меня вопрос мы с другом полтора года назад открыли кофейню 50 на 50 все пошло хорошо потом открыли еще одну кофейню все идет по плану но мой друг хочет развить цвет но у нас нет денег и он хочет привлечь инвесторов что делать я пока говорю что мы не готовы но он думает что мы тряем время как быть в этой ситуации мне кажется что я все еще до конца не понял в этом бизнесе слайман дорогой если у вас есть два кафе и оба прибыльные и оба дают прибыл и у вас получается смотрите вы поверили продукцию продукт то есть я имею ввиду ваши а именно ассортимент продукт она вас требовала ваша команда нормально кухня уже отточен все и так далее и рынок воспринял вас нормально и готов платить за это обязательно масштабируйте ваш друг правильно говорит если вы не масштабируйте кто-то будут масштабировать потому что кто-то смотрит что это бизнес прибыльно обязательно буду делать если у вас из данный момент два кафе и в это уже поняли что как можете это делать сейчас фокусируйтесь на того что стандартизировать все разработайте некий стандарты некий стандарты чтобы ваши ошибки были минимальными чтобы они уменьшились уменьшились уменьшить упакуйте свой бизнес автоматизируйте все то что можете делать потом посмотри покажите инвестору привлекайте инвестицию и масштабируйте если вы это не делаете рынок выкинет вас через 5-7 лет запомните мои слова рынок так создан в этом природе все что не развивается сокращается все что не расширяется она обязательно будут сокращаться поэтому надо обязательно расширяться развиваться и так далее продолжать ваш друг правильно говорит только соблюдайте то что я говорил стандарты распишите упакуйте бизнес автоматизируйте и привлекайте инвестиции масштабируйте добрый день господин давлата в течение 10 лет торгуем финансовый на финансовом рынке вначале акциями сейчас торгую фьючерсами учился у трех специалистов результат отрицательный человек затратил много времени а за там а затем в это дело вложил деньги то у него все должно получаться почему у меня и у многих знакомых не получается может быть у нас в рынке работать по другому правилу буду благодарен за разъяснение ошибок честно скажу вам я финансовом рынке не разбогатели не заработал и самое интересное очень многих ребят знаю которые у них не получается почему-то так не знаю скорее всего это заключается в том что те люди на котором вы доверяете на котором вы вкладываете деньги они сами не зарабатывают я уверен в этом ты брокеры которые обучают вас они сами реально не возможно обучают но не профессионали либо они не зарабатывают достаточно я это убежден понимаете я могу вас научить зарабатывать до 100 это дело много раз а теперь вопрос у всех мои ученики это получает конечно нет знаете я обучал многих учеников сначала всем одинаково потратили время а потом со временем я понял потому что вкладываю в них одинаково время все равно некоторые из них не делает то что я говорил тогда мне это было больно очень больно я потом начал вкладывать время только больше тем который готов вложить усилий больше чем я потому что учеба это взаимные усилия маловато то что я хочу чтобы он был успешно очень важно что он тоже хотел этого и вот только тогда среди них начали выращиваться можно сказать миллионеры 5 за 5 лет 30 долларов миллионеры с помощью всевышнего мы вырастили и я горжусь этим поэтому если вы умеете ездить на машине в этом можете научить тому кто хочет этого если вы умеете писать читать не можете этому научиться каждому кто это делать я убежден что проблема в том что данный момент в финансовом рынке огромное количество брокеров которые сами питались теоретически поняли как это делать потом этому пытаются обучать других людей у них не получается поменяйте наставника поменяйте наставника и продолжайте если вы очень много потратили туда и ничего не получилось просто анализируйте посмотрите у кого хорошо получилось выберите такого наставника и расскажите ему свою историю расскажите что-то у трех обучался у меня нет результата честно скажу вам я не заработал на финансовом то есть фондовом рынке поэтому я вам не могу помочь в этом за все эти годы которые работаю среди 40 человек одного человека знаю который зарабатывает финансовом рынке дальний момент я у него попросили чтобы он мне помог научиться но я не знаю английский язык пока я сейчас учусь этому через год потом начну поэтому пока я вам не могу в этом дать правильный совет но я могу вам сказать что найдите правильного этого правильного наставника я убежден если вы 10 лет работаете в этом финансовом рынке у вас достаточно уже понимание как это делается определенное понимание пожалуйста ищите правильного наставника я убежден аноним здравствуй спасибо вам за такие хорошие уроки из города екатеринбург живу здесь и занимаюсь маленький бизнес вот недавно начали у вас учиться вашу книгу я и деньги стратегии между богатых и бедных людей читаю у меня вопрос купить ли мне дом на кредит деньги есть но мало на 20 или 30 процент стоимости дома я зарабатываю тысячи долларов до 1200 долларов в месяц три года уже накоплю деньги и все равно куда-то уходит то есть получается же уже третий год накоплю деньги но куда-то уходит вот я здесь снимаю квартиры из-за этого у меня уходит 3000 долларов в год если у меня свой дом может повысить мой доход спасибо дорогой мой если вы 3000 долларов в год отдаете за аренда квартира у вас аренда небольшая в каком случае вы можете брать ипотеку только в одном случае вы имеете право брать ипотеку если ежемесячная оплата которую за квартиру даете за квартиру которую вы арендуете если ежемесячная оплата который за кварплату плотите эта сумма погашает ипотеку только тогда прийти ипотек но если например вы каждый месяц плотите 200 долларов или 300 долларов за кварплата а ипотека ежемесячная оплата 700 долларов пожалуйста не берите потому что ваш доход 1200 долларов от 1000 до 1200 долларов если вам банк когда вы пойдете ипотека брат они будут график ставит вам 50 процентов вашего дохода это где-то в районе 500 600 долларов но понимаете так одинаково нестабильный но стоит чтобы ипотека брали хотите не хотите вам придется платить банку каждый месяц 50 процентов года то есть это означает что если сейчас у вас доход 1000 или 1200 долларов вдруг ваши доход если сокращается на 30 40 процент это будет в районе 600 долларов и ваше ежемесячная оплата 500 600 долларов кредиты а на что будьте же дорогие друзья ставьте лайк под это рубрика рекомендую своим друзьям знакомым для кого вы желаете успехов для по ваше мнение кому нужны эти советы и так далее кому они помогли бы желаю вам успехов станьте причиной успех других людей всего доброго чтобы помогать большее количество люди